Привет, мам! Привет всем, кто смотрит этот блог! Рассказывая о Мерисе в одном из предыдущих выпусков, мы обещали поведать вам о том, как отправиться на сафари за китами. И сегодня отличный день для того, чтобы сдержать свое слово. Мериса на равне скальпите и тринкомали является главной точкой наблюдения за китами на Шри-Ланке. Найти где приобрести тур не проблема. Билеты здесь продают практически на каждом шагу не только в самой Мерисе, но и на всем южном побережье. Цены разнятся от 6 до 10 тысяч рублей за взрослого, а для детей до 10 лет можно рассчитывать на скидку. И хоть агентства на первый взгляд предлагают тот же пакет услуг, как мы впоследствии поняли, разница состоит в скорости лодки и реального времени наблюдения за китами. Когда я увидел, что в этом туре отправляются также местные ланкейцы, меня подмывало спросить, сколько же они заплатили за все это действие. Внимание, цена! Мама, папа, два ребенка, 10 тысяч рублей. На всех. Он позвонил своему знакомому, тут забронировал 4 места и вот они приехали. У нас была такая теория, чтобы приехать сюда рано утром и попытаться договориться пройти на борт. Теория, мне кажется, не настолько уж безумна. Во-первых, места на лодках есть. Во-вторых, вы можете миновать посредника, его комиссию. Тем самым снизив серьезно цену, особенно если у вас много людей. И в-третьих, ну конечно для местных цен вы не выбьете, но поторговаться уже на месте перед управлением, когда что им терять, собственно. У нас, к сожалению, не было возможности опробовать нашу теорию. Но если вы сделаете это, обязательно дайте нам знать в комментариях, как все прошло. Если вам не повезет и китов вы не увидите, большинство компаний дает возможность отправиться на сафари на следующий день совершенно бесплатно. Так что всегда уточняйте этот момент. Для сафари нужно вставать рано. В 6.30 утра вы уже должны быть у причала. На лодке вы можете рассчитывать на скромный завтрак, чай, кофе, воду, фрукты и таблетки от укачивания. Что до последних, то рекомендуем вам не быть легкомысленными, так как интернет завален жалобами о морской болезни во время тура. Первый час, а то едва уходит на ожидания и поиск китов. Но как только капитан вдалеке заприметит заветный фонтан, начинается сумасшедшая гонка. Несмотря на запрет приближаться китам ближе, чем на 100 метров, мало кто следует этим правилам. Как только кит показывается на поверхности, все лодки устремляются к нему, пытаясь опередить конкурентов. Честно признаться, выглядит это безумно. Блин, мне кажется, сейчас лодка перевернется нахер. Вон он продолжает плыть! Вон он! Это просто лотерея, неважно на какой лодке ты приехал. Главное, чтобы он вынырнул возле тебя, когда 5 минут он находится где-то на глубине, и потом появляются внезапные все такие, на левый борт, на правый борт. Давай вот здесь. Ну, несмотря на это, эмоции зашкаливают. Когда собственными глазами видишь даже частичку этих прекрасных гигантов, не говоря уже о заветном хвосте. Так же, помимо китов, у вас будет шанс увидеть дельфинов и китовых акул. Это что? Это китовая акула. Ой-ой-ой! Ребята, хотя бы это что? Это китовая акула! Киты прекрасные, величественные, абсолютно незабываемые. Так что мы настоятельно рекомендуем этот опыт всем, кто отправляется на Шри-Ланку. Кстати, опыт этот можно получить весьма разными путями. Помимо обычного судна на несколько десятков человек, вы можете отправиться на сафари на спидботе, скоростной лодке до 10 пассажиров. Обычно именно они первыми приближаются к киту, когда тот показывается на поверхности. Также недешевым, но крайне интригующим вариантом является наблюдение за китами самолета. За примерно 150 долларов человека вы лишите себя трудностей морских экскурсий и сможете увидеть этих прекрасных гигантов с высоты. Ну и нашей личной мечтой является сноркинг и дайвинг с китами, услуги которых также предлагают в Мерисе за 150 долларов с человека. Но если вы отправитесь в такой же тур, как и мы, то по возвращению в гавань можете обнаружить, что трансфер назад не включен в стоимость. Это абсолютно бессмысленная туристическая ловушка, о которой продавцы экскурсии предпочитают умолчивать. Водители тук-туков с радостью пользуются этим и завышают цены за дорогу обратно. Так что советуем вам приезжать в гавань на собственном транспорте или заранее договориться со своим водителем тук-тука. При этом вы вполне можете сторговаться с продавцом экскурсии, чтобы тот исключил стоимость трансфера из цены сафари. Это примерно 200 рупий с человека. Наблюдение за китами – это обязательная программа на Шри-Ланке. Мы настоятельно советуем каждому не упускать возможности увидеть этих прекрасных созданий своими глазами, потому что они совершенно точно не оставят вас равнодушными. Ну а если наше видео также не оставило вас равнодушным, выделите минутку и дайте нам знать об этом в комментариях. Нам будет очень приятно. Не забывайте также ставить лайк и рассказывать о нас своим друзьям. Так наш канал сможет развиваться и выпускать новые интересные выпуски. Спасибо, что были с нами. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!